Непонятно совершенно, что здесь сделали. Вот поставили плакат, по нему невозможно понять, что будет, почему здесь всё снесли. Екатерина Мартыненко с недоумением разводит руками, посматривая на схему будущей площадки. На ней одни квадраты и прямоугольники. Информационный стенд «Спортивное ядро» появился во дворе дома 20 по улице Комсомольская в Щёлкове, где раньше тоже была спортивная зона. На самом деле квадраты и прямоугольники указывают на расположение спортивных площадок, но уже новых. Их построят для будущих воспитанников школы в Солнечном. Смогут посещать площадку и дети из соседних домов. В густонаселённом квартале более удобной и безопасной территории не найти. Детская площадка, которая сейчас находится на территории внутри Дворовой, она не будет затронута. Жители получат две универсальные площадки, доступ у них будет пользоваться этими объектами. И волейбольная и баскетбольная площадка необходима для занятий спортом и для детей в учебное время. Универсальный объект площадью 1800 квадратных метров вместит в себя две площадки для занятий тремя видами спорта и снаряды для силовых упражнений. В строительстве применят совершенные материалы. По периметру игровых полей установят 3D-ограждение. Оно будет гасить шум от ударов мечом. Вечером в спортивное ядро оживят фонари искусственного освещения. Пространство вокруг засеют травой. Строительство спортивного ядра в микро- районе Солнечный в самом разгаре. Мы сейчас видим, что работает техника. Ну а сама площадка, которая расположена за моей спиной, будет универсальной. Здесь для школьников разного возраста будет и площадка для занятий мини-футбол и волейбол. В самой школе на 1100 мест ведутся отделочные работы. Она станет первым общеобразовательным учреждением в микро- районе Солнечный. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.